Выхожу из дома. Представляете, у нас наступили холода. 9 градусное тепло на улице утром. На работу собрала я, одела куртку, потому что очень холодно. Представляете, температура не 9 градусов тепла, а 6. В машине сейчас, смотрю, 6 градусов всего лишь. Вот так вот целый май у нас уже расстояла, июнь приблизился, и холода наступили, можно сказать. У меня сегодня помада на губах. Вот, сейчас покажу вам. От лаком, лаковая помада в оттенке сейчас. Смотрим с вами ягодная, которая у меня в прожекте. Вот это вот мини-ретурба. Цвет называется, не называется, а номер 323. Очень классный лаком. Обожаю эти помадные лакомы. Они настолько сияющие, яркие, сочные, и это сияние остается на долгое время. Смотрите, черта у меня какая. Подстригла по пороге. Кажется, нет. Едем на работу после 4 дня. Удыхла прям. Сегодня будильник звонит, и я такая думаю, куда мне вообще нужно за 4 утра. На работу. Хотела показать вам сегодня, какой у меня парфюм. У меня это сзади Кент Вольтер Висислав. Девочки, просто потрясающий аромат. Сейчас как раз таки похолодало у нас, и этот парфюм очень хорошо будет идти. Здесь, знаете, что я ощущаю? Ореховость, кофейность почему-то для меня приходит. Хотя, мне кажется, в нотах абсолютно нет ни ореха, ни кофейности. Просто я пирамиду уже не помню, если честно. И как-то я вам говорила, что этот аромат чуть-чуть похож на Yves Saint Laurent. Ну, напоминает моментами Yves Saint Laurent Extreme. Вот. Обалденный. Для меня это пьянящая ореховость, можно сказать. Очень-очень приятный аромат. И, кстати, помада у меня, представляете, уже сколько часов на губах я попила кофе. Я вам уже говорила, это просто потрясающая стойкая лаковая помада от Lancome. Она, можно сказать, вечно держится, и блеск не пропадает. Считайте, где-то, ну, давайте в пол шестого, да, я нанесла. А сейчас уже в восемь часов где-то десять минут. Представьте, два с половиной часа. Больше двух с половиной, даже скоро уже три часа на губах без изменений. Несмотря на то, что я еще кофе пила, как уже говорила. Да, она немножко сходит, но, тем не менее, блеск и насыщенность остается. Вот так вот. Пошла я работать. Решила сейчас сделать себе масочку для ног от болей, которую я вам недавно в покупках показывала. И тут мы с одной зрительницей, тебе большой привет передаю. Немножко дискуссировали по поводу мозолей на ногах. Девочки, кому это неприятно, не смотрите, пожалуйста. Вот, она предположила, что у меня натоптыши, но нет, у меня не натоптыши. Сейчас вам хотела показать. У меня в четырех местах постоянно мозоли выходят, и эти мозоли нужно мне шлифовать. Если я этого делать не буду, то до болезненного состояния доходят ноги вот в тех местах, где мозоли. Вот, допустим, вот тут вот, видите, желтая. И вот так вот всю жизнь у меня желтая, как себя помню. Всю жизнь у меня были мозоли, потому что моя мама все время страдает этими мозолями. Вот мне тоже передалось. Вот в этой части у меня мозоль выходит. Вот здесь вот. И вот тут вот в уголку еще. Не буду прям сильно показывать. Но вот тут вот самая большая часть. Я сейчас еще немножко пемзой прошлась, потому что несколько дней тому назад я уже шлифовала свои ножки, и они не настолько в плачевном состоянии, можно сказать. Вот. Такие дела. И сейчас попробую сделать носочки. Я подумала, что если я начну на постоянной основе такие маски, возможно делать, может быть, ситуация улучшится. Девочки, у кого есть такая же проблема с мозолями, именно вот мозоли не натоптыши. Не то, что вот там один раз в полгода там натоптали ноги. Нет. Это постоянно. Это на постоянной основе. Говорю же, каждую неделю мне нужно пемзой проходиться. Ну и, соответственно, кремом мазать свои ноги. И вот такое вот постоянно желтое пятно. У меня у мужа, я смотрю, у него тут так все гладко, как попа младенца, девочки. Вот. Красота. Повезло ему. Вот. Мне не очень. Ну ладно, у каждого есть свои недостатки, поэтому я с этим живу. Ну, в общем, просто ухаживать нужно и все будет хорошо. Надеемся всегда на лучшее, да, как говорится. Сейчас пойду сделаю масочку и потом вам расскажу, как она мне понравилась, не понравилась. Ну, естественно, тут мозоли ничего. Эта маска, наверное, убирать не будет. Мне будет интересно вот в этой части, допустим. Тут все-таки сухая кожа достаточно, да. По этой части буду смотреть. Как-нибудь, возможно, смягчит, увлажнит. И вот здесь вот посредине тоже, знаете, сухая кожа достаточно. Расскажу, сделаю маску, посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Сегодня у нас вторник. Еду на работу и пока еду, решила вам сделать апдейт на масочку для ног, которую я немножко засняла вам, чтобы показать, в каком состоянии у меня ноги. Вот. Надеюсь, сейчас будет получше слышно, потому что я посмотрела вчерашнее видео, ну, в понедельник, когда в машине ехала, и не так было слышно. Ну, то есть, слышимость такая не очень хорошая. Значит, по поводу масочки. Маска неплохая, но через 20 минут у меня снова ощущение сухости на ногах появилось, конечно, но тем не менее, какой-то минимальный эффект был от этой маски. Но покупать я ее снова не буду. Дальше буду тестировать и находить какие-то другие маски для ног, потому что действительно такое более глубокое увлажнение дают, мне кажется, такие маски. И также мне чуть-чуть, наверное, не понравилось то, что слишком много эссенции, я ее растирала, 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 и никак она не впитывается, потом пришлось взять бумажку и остатки все как бы стереть. Поэтому на видео немного там белые такие кусочки, наверное, будут видны на бумаге. Ой, на бумаге, говорю, на ноге. Вот так вот. И спасибо девочкам, которые мне посоветовали, что делать с ножками. Одна девушка посоветовала мне купить витамин D3 попить, а другая посоветовала, и продаются такие специальные пластыри, которые носите, видимо, некоторое время, а потом вот эта вот огрубевшая часть мозоль сходит. Не думаю, что это прям решение полностью моих мозолей, но тем не менее, возможно, каким-то образом у меня получше состояние кожи ног станет. Увидим. А вдруг, если на постоянной основе использую такие пластыри, возможно, и полностью смогу избавиться от назория. Не знаю, ничего не могу сказать. Пока попробую пластыри, и потом, если что, витамин D3 тоже попробую пропить. К витаминам я уже вам давно рассказывала, что я их перестала пить. Раньше я принимала витамины, но как только у меня в рационе очень много овощей и фруктов, ну и, соответственно, других, конечно же, другой еды появилась. Я витамины редко, ну не то, чтобы редко, от витаминов полностью отказалась, можно сказать. Да, и сегодня, кстати, в Каффлент зайду, посмотрю эти пластыри, я думаю, что и в Каффлент они продаются. Видела, в Дуглас продаются и в других магазинах, в аптеке 100%, они недорогие. Попробую какой-нибудь пластырь, может быть, будет эффект. После работы зашла в магазин Каффлент, потому что практически была уверена, что здесь тоже будут представлены вот эти вот пластыри от мозолей. Наверное, от марки Шоль возьму, здесь есть еще вот такой вот, а тут он накреплен сюда вот куда-то сверху. А это как раз-таки на то место, куда мне нужно. Возьму от Шоль, мне кто-то еще посоветовал носочки тоже от Шоль, маску точнее. Вот эту вот, да, вы имеете в виду 4 евро 95 центов, конечно, не идешь. Пока не буду покупать, чуть попозже, потому что хочу сделать сейчас пластырь, посмотреть, ну, с этим пластырем, как будет работать, вообще поможет или нет. И посмотрим дальше. Мои действия, какими будут после этого пластыря. Вроде больше нет, какой марки не вижу. Маски только различные, и все. А тут что? Нет. Тут уже пошло совсем другое. Всем большой привет. Решила закончить влоговое видео, которое я начала в начале этой недели, в понедельник, мне кажется. И просто хотелось с вами поздороваться, потому что на этой неделе у меня не будет возможности абсолютно снимать видео, поэтому я решила закончить этот влог. Возможно, он не особо прям такой информативный и интересный будет, но тем не менее вы хотя бы будете знать, где я нахожусь. И плюс я уже сняла коллекцию помад еще на прошлой неделе, но для редактирования там мне потребуется 2-3 часа. Но эти 2-3 часа для меня очень важны, потому что я ура, ура, наконец-то переезжаю. И из-за этого, так как у меня влог уже половина отредактирован, ну те части, которые с понедельника по среду, да, сегодня четверг у нас, то этот процесс быстрее пойдет, и я быстрее смогу выложить на канал это видео, хотя бы, чтобы вы не соскучились и не потеряли меня. Вот. Значит, я узнала, получается, о том, что я переезжаю во вторник, после того, как мы с работы с мужем приехали, мы узнали, что мы можем переехать в пятницу окончательно. То есть в пятницу мы уже там будем жить, в новой квартире. Кто не знает, мы переезжаем с верхнего этажа на нижний. И вчера целый день туда-сюда мотались, хотя бы немножко уже начали вещи переносить, чтобы в пятницу поменьше было, что носить, да. Вот. И сегодня тоже после работы снова будем этим заниматься. У меня так икры болят вообще, просто невероятно. Видимо, эти мышцы у меня были настолько атрофированы, или как это сказать правильно. короче, не были задействованы, да. И поэтому очень-очень икры болят. Но ничего, сейчас на работе, получается, тоже немножко хожу, но сижу и хожу. Поэтому нормализуется, я думаю. Так вот. Так что вы будете знать, что я переезжаю. Я попробую, конечно, влог снять там-сям. Возможно, когда я буду раскладывать косметику, допустим. Ну, это самая интересная часть, да. Но мне все равно потом уже, конечно же, хочется показать полностью румку. Ну и посмотрим, захочу я или нет. И также, конечно же, вот так вот организацию косметики, получается, тоже покажу вам. И еще в это влога в виде я хотела включить аромат Tropical Tentation от Eiffroche, который я буду заканчивать. Потому что у меня уже все, Нина Речи, Нина ушел. Закончила я этот парфюм и сочетала я их как раз-таки вместе. И потом смотрю, что-то у меня и меньше, и меньше этого аромата становится. Смотрите, сколько всего лишь осталось. Это еще такая, знаете, иллюзия очень интересная. Вот так вот переворачиваю вообще мало, очень мало. Поэтому я решила, что этот аромат буду заканчивать. Прям реально, вот я думаю, что за недели, 2-3, ну максимум за месяц. Ну, в зависимости от того, какие ароматы я еще буду носить. Аромат дня, да, я имею в виду. Вот. Но сейчас аромата дня не будет, несколько дней, потому что у меня все ароматы уже внизу. Я только оставила один парфюм. Не помню, что за марка называется. Такая туфелька. А по запаху он идет как Givenchy, Литтердит, вот. Типа копия. Я его только нанесла утром, но не стала с собой носить. А в течение дня обновляю этот парфюм от Eiffroche. И хочу сказать, что как только я перестаю ощущать аромат на себе, я его обновляю. Поэтому, наверное, в день раза 4-5 я точно обновляю этот парфюм на себе. Вот, девочки, на этом буду заканчивать. Надеюсь, не совсем очень прям скучный влог получится. Но главное, что вы будете знать, чтобы вы меня не потеряли, где я что делаю. Все, всем пока и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok